Какие мифы из так называемого средневековья до сих пор живут в нашей голове? Ну вот сода, не средневековье. То, что анализ делать на уровень кислотности или как это? Это тоже средневековье. Была отрыжка, не было? Вот этот анализ с содой? Ой, это вообще трэш, это даже не средневековье. Ну кто не знает, тест. Кстати, один врач, у которого миллион подписчиков в инстаграме, я специально решила посмотреть, как он лечит, эндокринолог. И взяла у него платную консультацию. И он мне сказал, во-первых, много анализов назначил, во-вторых, сказал сделать тест с содой. Просыпаешься утром, пьешь воду с содой, была отрыжка. Пишешь, не было отрыжки, пишешь. Огонь, да? Это тоже средневековье, да? Это мошенничество. Это не средневековье. Потому что вы наверняка, ну многие учились в школе и помнят уроки химии. Когда мы брали кислоту, какую-то там щелочь, все это вместе сливали. И тогда выделялся газ и вода. И вот в пробирке что-то там шипело. Вот и в желудке то же самое происходит. Вот у нас там есть кислота в базе. А мы туда добавляем щелочь, это сода. Вы возьмете даже дома у себя на кухне соду и уксус, смешаете, пойдут пузырьки. Да. Конечно. Это всегда будет. Неважно, больше вы кислоты налили или меньше, все равно будут пузырьки. Правда? Да. Да. Поэтому выпейте вы соду, она провзаимодействует с соляной кислотой желудка, и будут пузырьки. Слабая это будет кислота, сильная это будет кислота, все равно пузырьки будут. Вопрос здесь скорее в другом. Удержат ли тонус желудка эти пузырьки от того, чтобы вы их отрыгнули или не удержат? Ну, это с кислотой никак не связано. Ну, да. Да. Я вам даже больше скажу. Давайте опять же вспомним школьную химию. У нас была шкала кислотности, PH, которая начинается с единицы, семерка – это середина нейтральная среда, и 14 – это щелочная. Как вы думаете, какой PH желудка в норме? А я вам подскажу, что PH желудка в норме – это 1,2, а начало шкалы – это 1. Так. Как кислотность может быть повышенная? Это вопрос. Никак. Если она и так в норме, на максимуме – никак. Как с помощью этого теста мы определим повышенную кислотность? Никак, потому что ее в принципе нет. Ну, то есть, если ты не отрыгнул, значит, у тебя повышенная кислотность? Если ты не отрыгнул, значит, у тебя тонус у желудка хороший. А на кислотность это никак не влияет. А это плохо или хорошо, когда тонус у желудка повышен? Смотря сколько газовый дельца. Если газовый дельца много, то даже нормальный тонус его не удержит. А если газовый дельца мало, то даже слабый тонус все равно с этим справится. Но вы никогда не подберете наверняка такое количество соды к такому количеству кислоты, чтобы оно сходилось один к одному. Тем более, что кислота, она, в принципе, выделяется в соответствии с объемом еды, который мы съели. Точность ноль, информативность ноль. И если на основании этого мы начинаем делать какие-то выводы, то все, что пойдет дальше, будет в корне неправильно. На самом деле это определение кислотности. Оно из нашего давнишнего прошлого имеет цель только одну – определить атрофию, то есть состояние, когда кислоты в желудке реально мало или почти ноль. Повышенно это не бывает. И врачи давным-давно искали тех людей, у которых кислоты нет в желудке. Почему? Потому что это состояние называется атрофия, и именно оно приводит к онкологии. Но на сегодняшний день у нас в Средневековье это вроде закончилось, ну, телефонными, сотовыми пользуемся, чем-то еще. Поэтому мы используем гастроскопию. Во время гастроскопии, либо в узком спектре света, либо в HD-качестве с увеличением в 70 раз, мы можем эту атрофию увидеть и определить степень. И определить, какой этап предраковых изменений существует, чем просто что-то пытаться куда-то проглотить, или лакмусовую полоску облизать, или что-нибудь еще. Или зондирование. Очень распространенная процедура. То есть мы как бы берем, трубочку вставляем и желчь оттуда откачиваем. Ну, хорошо. Желчь в любом случае собирается из печени в пузырь. В любом случае эта желчь выделяется, когда мы едим. Если там есть реальные препятствия, реальное воспаление или какая-то реальная болезнь, надо ее лечить. А если там этого нет, ну, тогда мы будем просто собирать желчь, собирать желчь, собирать желчь, хоть три раза в день делай, собирай желчь, и ничего от этого все равно не получится. И мы очень часто путаемся в этом всем. Потому что из одного источника информации нам говорят такое, из другого третье, из этого четвертое. Везде информация разная, противоречивая. И как вот в этом разобраться, очень сложно. Правда? Да. Поэтому надо задавать правильные вопросы. Черный тмин, хотя это религиозная подоплека здесь есть, но это тоже фигня. Потому что, ну, абсолютно не работает. Не знаю, какие-то клизмы и вообще чистки.